Дима Ты тот, который поменял пол? Тот, который просто смешной человек, потому что искренне, добрый и настоящий. Ну да ладно, Дима, есть у тебя женщины, над которыми ты постоянно смеешься? Да, Полина, я даже не буду тебе показывать пальцем, кто это женщина, боюсь, палец уткнется прямо в притул. Может, это мягкое. Единый факт я знаю, что женского гумора, по сути, не существует. И шукать женский гумор, это все равно, что задавать вопрос, чье життя на Марсе. Есть. О, значит, священно жартует Полина Лагунова. Давай-то подумаем, если я классно жартуюсь в бигуди-шоу. А вы знаете, девочки учатся лучше мальчиков, потому что им нечего класть на учебу. Клаустрофоб Григорий, одевая свитер, некоторое время орет. А вы знаете, что такое нудистский пляж? Нудистский пляж? Это мир кожи и меха. Так, Алинка, я придумала название нашей группы. Ну, говори. Позвоночник. Какой позвоночник? Прикинь! Это будет очень круто, по телеку будет звучать. У группы Позвоночник вышел новый дизель. Для того, чтобы сбытый цей присмак, який залишился після девчачьих жартів, краще расскажу вам анекдот, який я почув вчора на житньому рынку від двух местників. Значит, Вконтакте, а одна пышенечий. Олеська, ну как твои выходные? Удались, сама удались, дура. Дим, мне кажется, тебе надо в бигути шоу. Да? Это же надо пластику делать. Так возьмут. Я думаю, кто-то засмеялся зараз. Дядя Жора, как минимум, точно. Это герой нашего наступного сюжета. Сюжета. Сюжета, дядя Жора. Ты уже ходишь в роль, моя Зоя. Да? Боже, это все вплив Белявки. Мужики, рятуйте. Гумору, трошки гумору. Коміка дядю Жору на вулиці впізнає кожна собака. Це доводить, що сьогодні професія клоуна є неймовірно популярною. Дайте 5. Да, спасибо. Лучші люди, лучші України. Спасибо. Нет, вам спасибо. Перепутал з казмовки. Він розмовляє по іменному телефону і на ходу домовляється про корпоративи. Адже для дяді Жори гумор не лише задоволення, а й серйозний бізнес. Дядя Жора, комедий шоу. От подарили сотрудники, девочки, на Новий год мої. Поэтому вот, нашу, радуюсь. Поднимаємо людям настроение за деньги. Работаем еще в формате ведущих. Да, вот же, как говорится, свадьба, дни рождения, юбилей. Недорого. Комік зізнається, що заради грошей пробував навіть співати. Вот, сейчас добавилось еще музыкальне творчество. Немножко тоже уже, ну, правда, еще особо не практикуємо, но уже активно ведем подготовительную часть концертной музыкальной программи. Попробував немножко себя в музыкальном формате і зрозуміло, що петь – це дорого. Вот, юморить себе шо, это самое, пошутил, поржал и пошел дальше, понимаешь? Ну, а там надо записать, ну, вернее, сначала придумать, сделать или купить, потом записать в студии, там, аржировку записать. Рецепт успіху професійного клоуна простий – займатися тим, що подобається. І тоді тебе будуть не лише впізнавати на вулицях, а й платитимуть за твій позитив.